МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вопросов больше, чем ответов. Представители Думы и администрации встретились с региональным оператором по вывозу мусора. 54 человека утонули на водоемах области в этом году. Какие правила надо соблюдать, чтобы избежать трагедии? Еще одна саровчанка получила квартиру по программе предоставления жилья сиротам старше 18 лет. Далее расскажем обо всем подробно. В 2019 году в нашей стране вступила в силу так называемая мусорная реформа. Ответственным за вывоз твердых коммунальных отходов стал региональный оператор. Наш город обслуживает МСКНТ. За два с половиной года компании накопилось много вопросов. Несанкционированные свалки на площадках для мусора и за их пределами. Негерметичные мусоровозы, а также несвоевременный вывоз мусора. Все эти проблемы за круглым столом обсудили депутаты городской думы, представители администрации с руководителями Нижегородского филиала ООО МСКНТ. Пришли к выводу, что о многих проблемах региональный оператор не знает, так как находится вне города. Чтобы знать об этих проблемах, чтобы транспортная компания или какие-то сотрудники этой компании были наказаны за те или иные нарушения, за то, что они, например, ломают контейнеры, за то, что они не подбирают упавший при погрузке мусор. Эта информация, по крайней мере, должна доходить до регионального оператора. На заседании подняли вопрос и о сортировке мусора. Так, крупногабаритный мусор сыровчане должны выбрасывать в специальные бункеры, а вот строительный вывозить сами. Все виды мусора вывозят на полигон, который находится в 240 километрах от города. Не всегда спецтехника может подъехать к мусорным бакам. Причина – близко припаркованные автомобили. В этом смысле у меня такое сразу же обращение к жителям, что просьба – обратите внимание на график вывоза мусора из вашего дома, из вашего подъезда и не затрудняйте вывоз этого мусора. Убирайте своевременно свои автомобили из дворов, из тех пространств, где как раз расположены эти мусорные площадки. Региональный оператор согласился сотрудничать с Думой и, главное, устранять обозначенные проблемы. Подробнее итоги встречи народные избранники обсудят на заседании профильного комитета. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Какой вакциной лучше прививаться? Нужно ли делать прививку, если уже переболел? Есть ли шанс после того, как перенес коронавирус, заразиться повторно? Каждый день медикам поступают десятки вопросов. На самые распространенные из них ответила главный государственный санитарный врач Сарова. По всему миру регистрируют повторные случаи заражения людей другими штаммами коронавируса. Это происходит даже если после перенесенного заболевания, вызванного первоначальным уханским вариантом, у человека еще есть антитела. Заражение зависит от того, какова заражающая доля, насколько штамм верулентен, в каком состоянии пациент и давно ли он переболел. Повторное заражение чаще всего бывает у лиц преклонного возраста, потому что есть такое понятие, как иммунное старение. То есть иммунная система уже не так молода, не так активна, не так быстро и не так хорошо, и не так стойко держится иммунитет. Повторному заражению способствует и снижение иммунитета после любого заболевания. Как минимум месяц после выздоровления организм еще подвержен инфекции. Кроме того, уровень антител со временем может снизиться, и тогда человек вновь становится беззащитен перед коронавирусом. Поэтому важна прививка. КБ номер 50 заказала все четыре вакцины, зарегистрированные на территории страны. Спутник ВИА, ПИВАК, КВИВАК и Спутник ЛАЙТ. Поступление вакцин проходит не по заявкам медицинских учреждений, а по распределению Минздрава Российской Федерации. И Министерство здравоохранения Российской Федерации выделяет эти вакцины тем или иным регионам, а в регионах тем или иным медицинским учреждениям, не на основании заявок, а на основании эпидемического неблагополучия на данной территории, наличие количества лиц переболевших. Спутник ЛАЙТ к нам пока не доставлен. Как только он появится, можно будет им вакцинироваться. Но этот препарат, по сути, первый компонент спутника ВИИ. Сделан он для того, чтобы увеличить количество привитых. Показан спутник ЛАЙТ людям не из группы риска или тем, кто уже переболел, и уровень антител начал снижаться. Действует защита от него меньше – 4-5 месяцев. Интересует многих горожан, сколько антител должно быть, чтобы не прививаться. При этом люди не учитывают, что исследования на антитела коронавирусу были начаты год назад, чтобы понять, какова ситуация в России. Много ли граждан перенесли инфекцию и к чему быть готовыми дальше? Уровень антител, который мы с вами определяем обычным нашим анализом, не говорит о том, сколько среди них настоящих, защитных, вирус-нейтрализующих антител. Какова их доля? Поэтому этот анализ никаким образом не может служить нам показателем для того, чтобы прививаться или не прививаться. Поэтому ни один нормативно-правовой акт не содержит данных о том, что наличие антител должно влиять на вакцинацию. Прививку делают всем непереболевшим или тем, кто перенес болезнь 6 месяцев назад. Сырои двумя компонентами привито почти 15 700 человек. За день заболели еще 13 горожан. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии – 44 в средней степени тяжести. Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они не хотят делать прививку и не имеют медотвод. В службе считают, что работодатели обязаны отстранять от работы отказывающихся от вакцинации без сохранения заработной платы. Такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе. Однако для этого регион должен законодательно утвердить вакцинацию как обязательную. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В лесах Нижегородской области введены 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Запрещено посещение лесных массивов. В Сарове полностью пятый. Обстановка с лесными пожарами в регионе сейчас находится на особым контроле. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга «Лесохранитель». Также усилено авиационное и маршрутное патрулирование, сообщил глава Министерства лесного хозяйства, охрана объекта животного мира Роман Воробьев. С начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 42 лесных пожара, большинство из которых произошли по вине человека и погодных условий. Все возгорания ликвидированы в течение первых суток. Крупных пожаров не зафиксировано. Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в середине августа. За первый месяц после восстановления чартерного сообщения с Египтом ожидается приток в 150 тысяч туристов из России. Также наша страна возобновит авиасообщение с Чехией и Францией с 24 июля. Регулярные рейсы будут совершать на взаимной основе из Москвы в Париж и Ниццу. На каждом направлении будет по 4 рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга также будут летать самолеты в Париж и Ниццу, но с частотой 2 рейса в неделю. В Чехию можно будет вылететь из Москвы в Прагу. В неделю будут совершать по 4 рейса. Российским школам не хватает порядка 250 тысяч учителей, сообщила газете РУ руководитель Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличко. По ее словам, после педагогических вузов работать в школу идет лишь малая часть убскников. Проблема дифференцирована по территории страны. В Москве, например, большой конкурс. Часто молодых учителей просто не берут, потому что нет потребности, вакансии закрыты. В других же регионах профессию идут где-то 10%, где-то 15%, где-то 20%. То есть значительно меньше половины, пояснила Кличко. 12 июня в Балахнинском районе утонул 14-летний мальчик. Днем ранее в воде погибла 7-летняя девочка. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания. В очередной раз спасатели напоминают, что плавать нужно только там, где находятся специальные посты. В нашем городе таких мест два – на протяжке и боровом. 54 человека утонули в Нижегородской области с начала лета. Такую печальную статистику приводит МЧС. В числе погибших оказались и дети. Случаи гибели на воде стали практически ежедневными. И, как правило, трагедии происходят на необорудованных местах купания, где нет спасателей и медицинских пунктов. Но опасность есть и на легальных пляжах. Поэтому на воде важно соблюдать несложные правила. Самое главное – не пить, был трезвым. Приходить всегда трезвым купаться. Самое основное, я считаю, больше нет никаких подразумеваний. Не заплывать далеко. Более пристальное внимание спасатели уделяют детской зоне. На пруду боровом для ребят оборудовано специальное место с буйками. Купаться приходят как школьники, так и малыши. Спасатели, медицинские работники сразу замечают одиноких детей без сопровождения родителей. Таких ребят работники пляжа отправляют домой. Главные дети, я считаю. У нас есть детская зона. Я смотрю больше за детьми, чтобы детишки маленькие, они прыгают и пытаются куда-то проплыть. Родители тоже всегда не могут за ними следить. Поэтому я постоянно слежу за детьми. Это основная моя работа, моя основная направление, чтобы следить за детьми. Человек также может утонуть из-за теплового или солнечного удара. При возникновении каких-либо симптомов и недомоганий сразу обращайтесь к медикам, которые дежурят на пляже. Спасатели еще раз обращают внимание горожан, что купаться следует только на оборудованных местах, где в случае опасной ситуации вам смогут помочь. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за выброшенных питомцев и другие нарушения законодательства в области обращения с животными. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Максимальный размер штрафа для граждан – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч. Поправки в Коап вместе с Крашенинником внес глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Законопроект предлагает предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона об ответственном обращении с животными. Этот документ был принят еще в 2018 году, однако наказания не было. Как пояснил Крашенинников, ответственность будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил – граждане, должностные или юридические лица. В частности, за несоблюдение общих требований к содержанию животных будут предусмотрены предупреждения или штраф для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – штраф от 5 до 15 тысяч, на юридических лиц – от 15 до 30 тысяч. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния штраф для граждан составит от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. Возбуждать и рассматривать дела будут региональные органы ветеринарного контроля. Принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными, отметил Павел Крашенинников. Саровченко получил квартиру из муниципального фонда. Ключи вручил глава города. Квартира выделена по программе предоставления жилья сиротам старше 18 лет. Подробности далее. Мария осматривает свой новый дом немного робко и неуверенно. Квартиру полностью отремонтировали за счет средств муниципального бюджета. Установили необходимое оборудование, счетчики. В очередь на жилье она встала всего полгода назад. Ожидание было недолгим. И вот глава города уже вручает ей ключи от квартиры. Надеюсь, это место, как говорится, послужит домом, послужит местом вашего будущего развития вашей семьи. И здесь у вас появится свое счастье и построит свое обучение постановления блокнота и передача квартиры вам. Первоначально жилье Марии предоставили на пять лет по договору найма жилого помещения. В 2026 году она сможет приватизировать квартиру. В этом году в рамках переданных государственных полномочий в Сарове жильем обеспечат пять детей-сирот и лиц из их числа. Ключи от трех квартир уже вручили. До конца октября собственное жилье появится еще у двух участников программы. Список определенный есть, потому что есть определенные ограничения по финансированию, но город Саров всегда один из первых, закрывает все объемы финансирования по планируемому году. Мы планируем в сентябре-октябре завершить все наши переданные полномочия по 2021 году. Подробную информацию о том, кто может стать участником программы и что для этого необходимо, можно по телефону органов опеки 95571. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Полтора месяца в художественной галерее работал новый проект для художников нашего города. В свободное время мастера кисти и начинающие живописцы приходили сюда, чтобы с натуры писать натюрморты. Подробности далее. Ночь в музее дала старшестинедельному марафону натюрмортов художественной галереи. Все началось с большого натюрморта, который написали во время акции. По словам сотрудников галереи, это решение было спонтанным, но результат превзошел все ожидания. Художники вдохновлялись, видели, что это красиво, что это так сложно по цвету, что это нетривиально, что это не просто постановочная работа, сложили какие-то предметы случайные. И как раз мы старались этим вдохновить художников, чтобы они к нам пришли. В центре внимания натюрморта обычные вещи. Это могут быть цветы, фрукты, овощи, посуда. Сотрудники художественной галереи решили добавить в постановки уникальные предметы, чтобы усложнить художникам задачу и разнообразить композиции. В этих постановках участвовали керамические предметы с выставки, которая у нас сейчас идет в художественной галереи. И получилась как бы дружба тех выставок, которые сейчас у нас экспонируются. Каждый раз художников ждала новая живописная задача. Сотрудники галереи придумывали новые уникальные постановки, которые художникам предстояло изобразить в своей манере. Кто-то из художников добавлял детали и предметы, менял цвета и ракурс, в зависимости от того, как они представляли конечный результат. У нас был синий натюрморт. У нас на прошлой неделе был натюрморт в розовых, мы так его и назвали, этюд в розовых тонах, как у Канан-Дойля. У нас были очень нестандартные решения, которые художники, ну как бы творчески подошли к этому вопросу, когда, например, один натюрморт был написан на четырех холстах. Горожане смогут увидеть натюрморты саровских художников на традиционной акции «Ночь искусств» в художественной галерее. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!